Привет, друзья! Сегодня с вами разбираем крем для губ и контура глаз с пептидами. Вопрос, будет ли увлажнять, будет ли бороться с мелкими морщинами. Поскольку это крем, то разбираем, как всегда, с жировой фазы. После воды у нас с вами сразу же идет масло ши, масло виноградных косточек. И я больше именно масел не вижу. Соответственно, тогда переходим к эмульгаторам. Эмульгаторов у нас здесь, смотрите, цитилфосфат калия, потаченый цитилфосфат, не очень его люблю, потому что, например, достаточно жесткий эмульгатор, будет, соответственно, на какое-то относительно небольшое время нарушать эпидермальные барьеры. Он не относится, например, к ламеллярным эмульгаторам, то есть это не будет ламеллярной эмульсии. Он не относится к таким суперфизиологичным эмульгаторам, которые, несмотря на кратковременное ослабление эпидермального барьера, при регулярном применении его достоверно усиливают. Вот, например, тот же оливием-1000, цитиорил, оливат-сорбитан, оливат, несколько других ламеллярных эмульгаторов, производные полиглицеридов, они при регулярном применении усиливают эпидермальный барьер. Вот у этого такого не будет. То есть это классический такой надежный эмульгатор, который гарантирует стабильность эмульсии. Из увлажнителей, в принципе, это все, это основной эмульгатор. Полисарбат не выделяю как эмульгатор, хотя, в принципе, можно, потому что он как со-эмульгатор вполне себе пойдет к потасиум-цитилфосфату, но пойдет еще и как пережиривающий компонент. Теперь смотрите, из увлажнителей у нас здесь с вами глицерин, первый многоатомный спирт, бутиленгликоль, второй спирт, глицерин, если я рад, как эмульгатор пропустила, вот у нас три эмульгатора группа. И все, в принципе, как чистый увлажнитель, я больше ничего не могу выделить, то есть увлажняющих компонентов здесь можно сказать, что и нет, то есть только одни спирты. У нас здесь с вами очень хорошая отправная точка, карбомер. Это гелиообразователи для водной фазы. В кремах они используются для того, чтобы стабилизировать эмульсию. То есть очень часто добавление небольшого количества гелиообразователя в водную фазу очень здорово стабилизирует эмульсию, предохраняет ее от расслоения. Для этого можно использовать, на самом деле, любые гелиообразователи. Чаще всего используются или карбомеры, или ксантановая камедь. И, например, для того же ксантана концентрации в водной фазе не превышают 0,3%, а в целом в креме где-то 0,1%, ну 0,15% это предел. Для карбомера та же самая ситуация. Очень эффективный гелиообразователь. Соответственно, если бы это был чистый гель, его концентрация была бы от 0,5% до 0%, но поскольку это крем, то его концентрация от 0,1% до 0,2% с вероятностью очень-очень высокой, концентрация не будет выше. Это означает, что все, что за карбомером, у нас пойдет в более низких дозировках. И тогда мы с вами начинаем анализировать те же активы. Смотрите, у нас активы здесь 2 пептида. Пептиды сами по себе очень хорошие, но их концентрация явно будет в десятые проценты. Если это в пересчете на сухие пептиды, которые крайне-крайне редко продаются, обычно этим балуются Китай и Носика и Южная Корея, то тогда это будут действующие дозировки. Если это готовые растворы пептидов, то это даже близко не действующие дозировки, потому что подавляющее количество пептидов, которые продаются на рынке оптового косметического сырья, это готовые растворы, и концентрация их подбирается так, чтобы вот этого раствора, вот этого сырья нужно было закладывать в готовый продукт от 1 до 10%. В каких-то ситуациях это будет 1,1% по сухому веществу концентрации раствора, то есть фактически вода, 99,9 воды, в каких случаях 1,00%, то есть 99,99 в этом сырье вода, остальное это сухое вещество. Но если вот эта концентрация по сухому веществу, если средство корейское, и, кстати, на это можно рассчитывать, то тогда это будут уже действующие активы. Неоцинамид. Вот у неоцинамида это железобетон, а не действующая дозировка. Почему? У неоцинамида хорошо работает седоз, это 2,5%, а здесь, скорее всего, 0,2%. То есть это, можно сказать, маркетинговый компонент. В снифин, вот этих фактидах, если допустить, что они сухие, то полметалин-3-пептид-1, это у нас пептид, который усиливает синтез и коллагена, и гликоза-миногликазов. Гликоза-миногликазов, это у нас гликозамин, фондроитин, даже гермонная кислота. То есть все, что образует гель межклеточный, все, что удерживает влагу. То есть сам по себе пептид великолепный. Именно в плане улучшения упругости кожи и поддержания увлажненности кожи. А полметалин-3-пептид-7, это у нас пептид, который снижает воспалительные процессы, ингибируя интерлекины провоспалительные. И для губ это может использоваться, но сложно сказать, для чего. Скорее всего, просто для субъективного ощущения комфорта кожи. Потому что полметалин-3-пептид-7, он против воспаления-то работает, но дополнительного, например, антиэйдж активности у него нет. Экстракт джин-шин не выделяю как актив, даже если это сухой фармацевтический. Концентрация, скорее всего, 1,1% максимум. То же самое касается алоэ. Циклопендосилоксан. Да, силикон, но бояться его здесь абсолютно не нужно. Потому что, во-первых, испаряющийся с маленькой молекулой, не образующий пленок вообще. Во-вторых, его здесь, видите, тоже десятые проценты. Он явно просто как технологический компонент. Может быть, в нем диспергировали экстракт, например, женьшеня, чтобы ввести нормально в рецептуру, чтобы не комковался. По консервантам феноксиэтанол, парабены и ДМДМ-гидантаин. То есть, смотрите, консервантов, на самом деле, бешеное количество, из которых у нас один совсем ядреный. То есть, вот ДМДМ-гидантаин прям вот совсем нехороший вариант. А парабены и феноксиэтанол – это мягкие, отличные консерванты. Вот в этом плане хороший выбор. Для чего здесь засунули ДМДМ-гидантаин, сложно сказать. Может быть, этот крем, например, в баночке, туда надо лазить руками, и у него срок годности года три. Вот тогда да, тогда необходима какая-то очень мощная комбинация консервантов. Потому что здесь вот этот консервант, непонятно как бы его необходимость при наличии вот этой очень мощной группы мягких консервантов. То есть, с одной стороны, они высокобезопасны, а с другой стороны, они достаточно мощные. Троксирутин. Вообще, очень хороший флавоноид, вы все прекрасно знаете, по гелю троксивозин, который как раз и содержит 2% троксирутина. Но действовать он особо не будет. Почему? Потому что вот тот же троксивозин, там 2% троксирутина, а здесь где-нибудь 0,1% максимум, скорее всего, сотый процент. БИЧТ. Чисто технологический антиоксидант сам по себе достаточно токсичен. Но его используют совсем чуть-чуть, поэтому бояться этого не нужно. Он очень эффективен именно для длительного сохранения от прогоркания натуральных масел в составе. Акрилатный. Еще один кросс-полимер и как пленка-образователь, и вот дополнительный гелеобразователь для стабилизации эмульсии. Они в связке с карбомером будут работать. Триэтаноламин, PH-буфер и, кстати, заодно как с эмулькатором, его здесь мало. И вот эти вот два компонента будут выполнять роль мягких натуральных ароматизаторов. Бензил салицилат имеет приятный запах, такой нежный. И вот этот вот альдегид тоже относится к душистым веществам. Соответственно, так почему-то я не вижу, сколько у нас времени прошло. Соответственно, вот это мы выделяем как ароматизатор. Что мы с вами видим? У нас хороший подбор здесь жировой фазы, потому что масло ши, особенно если вдруг оно нерафинированное, работает очень неплохо на кожу, как смягчающий компонент. Но вот по всему остальному, к сожалению, ничего особенного не приходится ожидать в плане эффективности. Как таковых увлажнителей нет, вот только пара спиртов. То есть все увлажнение будет за счет пленкообразования на поверхности кожи, за счет эффекта сауны. Есть два пептида, пептиды хорошие, но под вопросом их концентрации, потому что мы здесь с вами не проконтролируем, закладка была по сухому веществу или по готовому раствору. У ниацинамида не рабочая концентрация. Поэтому вот такой крем я бы рассматривала как хорошую базу. Вот если бы не вот этот консервант сказал бы, что он вообще вот безопасен и очень хороший натуральный состав. Полисарбатов мы не боимся, вы помните, карбомеров, несмотря на то, что это полиакрилаты, тоже бояться не нужно, потому что, если мы говорим именно о коже, о физиологичности, то абсолютно никакой опасности они не несут. Но ожидать какого-то действия, вот если только нет вот этих вот пептидов в действительно рабочих дозировках, от этого крема не приходится. Поэтому вот такого рода рулетка получается. К сожалению, пока все, что можно об этом средстве сказать. Всем отличного дня! Субтитры сделал DimaTorzok